Привет, друзья! Сегодня мой с вами канал Яймый Хвост, я автор и ведущий Агип. Друзья, сегодня речь пойдет у нас о кормах. Вот у меня здесь находятся четыре вида корма, то есть два бюджетных варианта и два супер премиум класса корма. Я хотел бы на тестирование собаки провести, так сказать, отборку этого корма, отбраковывание или там выборку, я не знаю, как угодно можно назвать, но как бы эксперимент такой. Все вы знаете, кто смотрит передачу постоянно о том, что как бы тут я принимал участие в разработке одного из кормов супер премиум класса. Корм Новый Леон называется. Вот он. Можете пойти по ссылке первоначально посмотреть обзор, как я мешок распаковывал, как Акбар его ел. Ну и вот пишут, вопросов много мне стали задавать. Это опять же не реклама, это просто все на одном кадре будет снято. Посмотрим сейчас. Мы уже три недели практически кушаем этот корм. У нас, я замечаю улучшение собаки в лучшую сторону, то есть шерсть блестит, кисли с глаз пропали, у нас активность собаки увеличилась, то есть, ну, Акбар у меня не избирательный в еде, то есть он может сожрать все. И я вам больше скажу, скорее всего, он сожрет все четыре корма. Я хочу просто посмотреть, с какого корма он начнет. В принципе, он сегодня у меня уже позавтракал. Итак, какие корма у меня здесь присутствуют? Ну, соответственно, вот корм Леон. Давайте сразу посмотрим. Это, видите, гранулы похожи. Вот он, Роял Канин. Гранулы похожи на Роял Канин, но по цвету, как вы видите сами, да, то есть он более бледный такой, что говорит, собственно говоря, об отсутствии каких-то красителей. Ну, Роял Канин, хоть он и супер премиум класса, но как коммерческое использование, сами видите, что красители присутствуют. Однозначно, вот прям вот гадалки ходить не надо. Этот более бледный такой корм. По запаху, ну, вот это вот, знаете, вот, мне кажется, все-таки добавлен какой-то химический такой усилитель запаха, потому что, ну, вот именно то, что нравится собакам. Корм Чапи вообще вонючий. Тут вот этот вот запах очень сильно мощный. Это корм Чапи бюджетный вариант, да, мясное изобилие. Опять же, посмотрите его сравнение по цвету, да. И вот мне точно так же принесли на то, чтобы я рассказал об этом корме. Это корм Хаски. Где-то его под Иркутском производят, но я дал собаки попробовать. Он, я не знаю, может, сожрет сейчас, но ест он его неохотно и как-то выглядит все это непрезентабельно вообще. А по составу здесь, мне кажется, ну, это явно видно, что кроме Геркулеса, который собакам, ну, жрать-то нельзя. Тут ничего, собственно говоря, не присутствует. Хотя-то говорили мне, что там рыбные какие-то остатки, что-то еще там такое есть. Ну, так, что у нас получилось? Получилось у нас вот такое вот ассорте. То есть вот это вот более бледный, это корм Леон этот новый. Вот здесь вот находится Чапи. Здесь находится супер премиум Роал Канин. И это корм неочувам Хаски. Давайте. Айбар, сидеть. Молодец. Ешь. Ешь, 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 молодец. Вот так, чтобы понятно было, вот собака сразу же корм Леон. Первый начинает есть корм Леон. Молодец, хорошо. Ну, там правда, там запах такой баранины. Мешок открываешь когда, и прям бараниной пахнет. Второй он ест Роял Канин. Третий начал Чапи играть. Остатки тут нескольких осталось. Гранул Леона. Сейчас опять Чапи. Выедает Чапи. Ну, и что, Хаски-то не будет, что ли, есть? Ну, и уже по необходимости чисто добить желудок себе, да, можно уже и вот этой вот Хаской, да. Ну, видите, с какой неохоты он вот этот вот четвертый корм ест. Ну, там и цена такая у этого корма, какая-то вообще смешная. Вот ничего вырезать не буду абсолютно. Вот на каком кадре, на одном кадре начал снимать, на одном кадре закончил снимать. Просили меня снять эксперимент по выборке кормов. Я это сделал. Но мы, честно говоря, еще раз хочу сказать, что мы довольны этим кормом. Мы его кушаем, он нам нравится. И это абсолютно не реклама никакая, не коммерческая. Я вообще корма никогда не рекламировал, но прямо вот этим кормом я доволен. Но я говорю, видно, видите, что он без красителей абсолютно, без красителей. И по структуре, по своей. Я кормов навидался в этой жизни, вы себе не представляете, сколько. Вот я могу уже отличить, из чего они сделаны. Это видно, что это белкового содержания. Причем, даже если присутствуют растительные белки, вы отмените, извините, но такой химический запах вы не сделаете никогда. Это просто надо слышать этот запах, какой есть. Ладно, с вами был канал Я и мой хвост, я его автор и ведущий Алик. Еще очень немаловажное правило, не забывайте мыть тарелку у собаки. То есть, могут мне возразить, собаке слюна обладает бактерицидными свойствами, да? Вполне возможно, что она и обладает этими бактерицидными свойствами. Даже 100% она обладает бактерицидными свойствами. Но мыть на эту тарелку, я просто сталкиваюсь с этим неоднократно. И делаю замечание, пообжирала собака, помойте тарелку. Служите доверие и уважение. С вами был канал Я и мой хвост, я его автор и ведущий Алик. Всем пока.